Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и мы начинаем с вами тестить новинки третьего каталога Фоберлик. Поехали! Хочу сделать первым делом, девчонки. Первым делом я хочу сесть. Я хочу вот это вот желе, крем-желе, который у меня со сломной крышкой пришел, переложить в кушон, потому что мне кажется, что этот способ нанесения будет наиболее подходящим для этой текстуры. Даже не хочу пробовать кисточку и пальцем, потому что, уверена, это будет неудобно. Бьюти-блендером еще нормально, а так нет. У меня средний оттенок, кто не видел обзор заказа, мы там подробно с вами разбирались в очереди, а сегодня у нас с вами макияж. Средний оттеночек посерединке, который не самый бледный. В общем, я помыла кушон. Ой, чего это стоило? Особенно вот эту губку от моей девчонки, это вообще какой-то трындец. Просто трындец. Вот это вот тоже очень тяжело отмывается кушон. В общем, я помыла все, как смогла. И сейчас буду ложкой перекладывать сюда. И будем с вами пробовать наносить таким способом. Вот он, собственно говоря. Видите, какой? Такой дрожит. Дрожит и не вываливается. Сейчас буду перекладывать. Видите, как он плюхается. Оп, видите, какая вот консистенция. Мне кажется, я много навалила. Я сейчас половину отложу, потому что, когда я эту губку туда брошу, будет многовато. Сейчас попробую, алхимик, блин. Так, теперь мы с вами погружаем туда вот эту губку. Я надеюсь, что анальный крем будет выдаваться. Давайте пробовать. О, выдается. Все отлично, смотрите. Так, все, погнали делать макияж. Что хотела сказать сначала по БАДам детским фаберлик. Я написала в обратную связь, можно пить целиком или нет. Я, причем, перепутала и написала, можно ли Омегу детскую рыбки. Ну, потому что она больше похожа на Омегу, да? Пить целиком. Но мне по обоим БАДам я во вкладке сообщества уже выложила ответ обратной связи. Обратная связь ответила. Омегу, вот эти розовые, их можно пить целиком, написали. Не разжевая, потому что у меня Ксюша взяла, мне было вкусно. А Ксюша у меня взяла и сказала, фу, какая гадость. Я их жевать не хочу, но я ее заставила. Вот, так, сейчас нам лампу опять. Будут сваливать Кристюша. Вот, 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 перейхайся. Так, вот, значит, потом по витамину Д3, нет, нельзя пить целиком, потому что вот эта вот капсула уже рыбка, она несъедобная. Так что, как ни крути, придется хвостик отламывать и добавлять сам витамин в напиток или в ложечку, или в еду. Но мне свет нам выключают. Вот, в общем, в еду, мне кажется, будет актуально, потому что Ксюша вчера взломила тоже попробовала. Она сказала, фу, какая гадость, тоже я это пить не хочу. Поэтому будем капать на еду тогда, что делать. Так, я сейчас помою волосы вот этим шампунем Ботаника, шампунем, бальзамом новым, и даже не применила никакую маску, никакой бальзам. Посмотрим. Потому что волосы в хорошем состоянии, сейчас все жженое, сострижено. Я даже могу без бальзамов обходиться. Так, артикул у нас с вами 8765, это пион. Я пион здесь чувствую. Не сказать, что прям пион-пион, но есть, есть его одушка, есть и отголосок, пенится хорошо, промывает, несмотря на то, что написано, что это шампунь, бальзам тоже очень хорошо. Прямо практически до скрипа. Посмотрим, когда посушим, как будут выглядеть волосы. Так, и умылась и применила вот этот мист океану в роли тоника на лицо. Артикул 0947. Что по поводу него хочу сказать? Нельзя. Лицо увлажненное сразу. Есть сначала небольшая такая легкая липкость. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Нет, нельзя. Нет, нельзя провода трогать. Ребенок стал большой, уже требует маминого внимания, хочет быть постоянно со мной, поэтому видео снимать все сложнее и сложнее. В общем, есть легкая липкость. Сразу увлажнение. Хорошее такое легкое увлажнение. Кожа мягенькая. Все. Мне понравилось, как тоник применять. На волосы, я не знаю, не рискну. На тело еще попробую. А пока понравилось, очень нравится аромат. Достойное средство. Неплохой тоник, действительно тонизирует. Могу порекомендовать. Так, теперь что у нас с вами? Теперь у нас с вами макияж. Вроде все, что хотела, вам рассказала. По БАДам. Все. Берем кушон, который мы с вами намешали, и наносим тональную основу на лицо. Сбоку вылезает. Некоторые девчонки писали, что у них и кушон сбоку вылезает. Я к вам поближе. Дневного света, к сожалению, очень мало. Сегодня прям пасмурно. Наносим похлопывающими движениями. И давайте сравним его хотя бы с кушоном, я не знаю. Так, кубочка у меня что-то как-то криво стоит. Его запихнула. Видите, с боков тоже лезет. Так, погнали. Слушайте, ну вот таким способом, ну вот да. Вот нормальненько. Правда. Легкая перекрывающая способность у кушона, она гораздо плотнее. Причем без утяжеления, за что я люблю кушон. Надавила. Ну, надавила. Она легкая. Вот у меня есть покраснение, допустим, в Т-зоне, такие небольшие, вот где крылья носа. Перекрывает еле-еле. Чуть-чуть. Ну, покрытие вообще какой-то, вот он какой-то водянистый. Вот он какой-то водянистый. И подкрашенная вода. Вот у меня такое сложилось впечатление. Может быть на лето, да? Но я не люблю тяжелые текстуры. На кушон для меня легкий, но он лучше перекрывал. Ну, по крайней мере, таким способом нанесения он не полосит. Его на лице не видно. Будет ли подчеркивать шелушение, не могу, девчонки, сказать. У меня их нет. Скорее всего, не будет. Но вообще шелушение, перед тем, как наносить крем, лучше убрать. Мы должны с вами как следует почистить кожу, умыться, увлажнить ее. И тогда никаких шелушений не будет. Мне кажется, вот он водянистый, девчонки. Я не знаю, как это написать. И он, по-моему, западает в поры. Вот на носу, если смотреть. Сейчас попробую поплотнее взять. Но его можно наслаивать, с ним можно поиграть. Да, он западает в поры. Его становится видно, если наносить поплотнее. Вот тут, где они расширены, его становится видно. Поэтому наношу совсем тоненько. Когда тоненько, ничего не видно. Так. Все, достаточно. В общем, легкое такое невесомое покрытие. По цвету он мне подошел идеально. Кушон Айсюл, он немножечко поярче. Понасыщенный оттеночек, я имею в виду. Здесь чуть-чуть побледнее, чем кушон Айсюл. Чуть-чуть прям. А так очень похоже по цвету. Но чуть-чуть прям вот побледнее. Так, мы с вами нанесли, закрасили верхнюю губу, нанесли с вами новый крем. В общем, такое у меня впечатление сложилось. Сказать, купила бы я его еще раз или не купила. Нет, конечно, не купила бы. Для меня пока идеальнее кушона, ничего нет. Дальше палеточкой Глантим я буду делать контуринг. Смотрите, у меня уже оттенок, как израсходовался мой любимый. Его теперь фиг наберешь. Вот это вот, конечно, расположение Айрифилов неудобная шутка. Я им делаю контуринг и все на свете. Но сейчас поймете, базовый ежедневный макияж вот с этим оттенком вообще. Он практически кончился. Подчеркиваем скулы, ведем вверх, вытягиваем лифтинг эффект. Сами создаем. Прям до виска практически. И практически до низу. Я вот так сейчас делаю. Слегка подтушевываем, чтобы не было четких линий. Потом вот здесь вот где скула немножечко и контур лица. Овал лица. Вот тут до уха. Видите разницу? Обожаю этот макияж. Быстро, но ты уже моментально преображаешься. Потом. Все одним оттенком вот этим. Века верхняя. Он как подложка будет выступать. До брови. И лоб. Это тоже лифтинг эффект. Над бровью видите? И вот так вверх все тоже приподнимаю. Ну, разница колоссальная, да? Теперь нос. Я вот так эту же кисточку, ее вот так сминаю. И провожу линии. Пальчиком вот так немножко могу растушевать. И все. Вторая сторона. Сейчас кто-нибудь опять да напишет. У вас кисти грязные. Девчонки, ну я не буду их специально перед видео мыть. Я кушала мыть, да ну дохлась. Естественно, я их мою. Но прям вот перед видео сесть и снять мыть, чтобы вы увидели, что они бывают у меня чистыми. Ну не буду, не хочу. Так, вверх опять все приподнимаем. И тушуем, чтобы не было видно границ. Вот так. На этой стороне вам лучше видно, да? И контур лица. Угу, угу. Сразу круто, согласитесь. Века. Лоб. Вверх потянули. Сейчас крестюшка. Вот тут еще могу. И кое-что, второй подбородок, затемняем здесь. Дальше. Этим же оттенком. Кисточкой такой сплющенной, фаберликовской. Я подвожу нижний век. Вот этим же. Набираем. Он слегка пылит, потому что кисть плотная. И подвожу нижний век. Это у нас с вами, грубо говоря, будет как подложка. Все, дальше будем тестировать новую палетку. Зачем я этим оттенком подвожу? Там есть темно-коричневый, но он слишком темный. Я сейчас не люблю утяжелять нижнее веко. Все. Так, теперь у нас с вами новая палетка. Погнали. Вот она. Кто не видел, тоже подробный сводчик при естественном, при искусственном освещении в предыдущем видео. В предыдущих. Вторая часть у нас там с вами. Так. Какой оттенок мы будем с вами использовать как подложечку? Посмотрим заодно, как кистью набирается. Я не знаю даже, что еще сиреневый макияж будем делать с вами. Давайте сиреневый. Вот этот первый как подложку, а вот этот потом сверху. Кисть обычная, вот такая хорошенькая, моя самая любимая из всех кистей Фиберлик. Так, зеркало мне нужно. Тени пока убираю. Он тоже имеет легкий такой сиреневый отлив. Не, не легкий, слушайте, хорошо наносится. Вот этот матовый, его прям видно, видите, да? То есть вот этой кистью он хорошо наносится. Тени жутко пылят. Я вам уже сказала, что на мой взгляд они хуже, чем с Алиэкспресс. У меня есть похожая палетка с такими же, кстати, очень похожими оттенками с Алиэкспресс. И вот там такая же история. Нет, хорошо переносится. Слушайте, я ожидала прям худшего. Нормально. Видно оттенок, правда? Вот такую кисточку возьму, это из новой уже серии, но они мне не нравятся, новые кисти совсем. Мне больше здорово нравится, чтобы тушануть границы теней. Так, дальше то же самое у нас с вами второй глазик. Сейчас посмотрим, как будут переноситься блестящие. Может быть, кто-то, не помню, выдвигал версию, что подобные тени, их хорошо наносить, можно попробовать будет потом в следующих видео, на жидкие тени. Выберликовские. Вы поняли, да, о чем я? То есть пока они не застыли, нанес и быстренько похлопывающими движениями можно вот эти вот шиммерные оттеночки. Так, тушуем. Слушайте, ну его же надо и на нижнее веко, чтобы макияж был гармоничный. Ну, может быть, не на все, но на половинку точно этот оттенок. Не на все, чего что. А то я туда коричневый нанесла зачем-то по привычке. Ну, видно, да, видно цвет, нормально. Можно нанести, но пылят они вообще мрак просто. Многие тени Фаберлика пылят, но эти прям пылища. Так, дальше. Обычной же этой кисточкой пробуем убирать сиреневый оттенок вот этот. Да? Просто они сыпятся, я вся уже в блестках. Одежда у меня вся уже в блестках, и это нереально. Вот такого же абсолютно качества у меня палетка с Алиэкспресс, девчонки, абсолютно. Вся кисть. Вот ее сейчас стряхнуть, и теней на ней не останется. Зато весь пол блестит. Так, ну что. Кисточкой это полная лабуда. Это легкие-легкие блестки. Мне их как бы на камеру, вот сейчас видно, хорошо, сейчас выключи свет, и никто не увидит, что они есть. На самом деле. Вот сейчас попробую не стряхивать, прихлопнуть. Ну, они осыпятся чуть-чуть. Это надо влажным способом. Пробовать кисточку мочить. Видно оно, девчонки? Ну, что-то блестит, да? И вот тут вот вся щека еще блестит. Так, влажным способом кисточку какую-нибудь намочить, что ли. Придется. Намочила, сейчас попробую. Ну, как. Кусками. Зато влажным способом получается, знаете, какой эффект жидких теней? Равномерный блеск. Ну, это танцы с бубнами, девчонки. Тени отстой. Получается равномерный блеск, а не просто шиммер на ваших глазах. То есть вот, сейчас покажу. Вот влажным способом другое дело. Но как они себя поведут, осыпятся, не осыпятся, я вам, конечно, в конце дня покажу или расскажу. Или уже в следующем видео до модзов. Вот видите, теперь равномерный блеск. Теперь красиво. Согласны со мной, да? Но это, представьте, какой там слой. Следующая, следующая века. Как будто у меня их миллион. Второе века. Сразу таким же влажным способом. Да, вот эта вот пыль, она растирается. И сияние у нас с вами получается равномерным. Красиво. Вот такой эффект мне нравится. Каждый раз будем мыть и мочить кисточку. О, видите, как ложится. Они ложатся теперь, как жидкие тени. Но вот что будет, когда они застынут? Начнут отваливаться кусками, боюсь. На это все дело интересно. Сейчас лежит подводка. Я прям сомневаюсь. Чуть-чуть вот тут еще тоже нижний век этим же оттенком подвожу. Зато влажным способом они хоть так не осыпаются. А то у меня все лицо уже в блестках. Просто капец. Так. Мы с вами сейчас немножко подправим. Мы тоже растушуем границы, если получится. Вот тут вверху. Хотя бы чуть-чуть. Получается слегка тогда тушануть. Чтобы прям границы в глаза не бросались. И тут прям бросаются, да? Их уже фиг растянешь. На самом деле. Но можно. Чтобы не было таких резких границ. У меня аж кисть гнется навеки. Ну вот так более-менее. Угу. Теперь подводка новая, сиреневая. Вот она. Свотч тоже все вам делала. Смотрим, ляжет она, не ляжет. Ложится, слушайте. Она не яркая. Ее тоже можно поверх черной или коричневой делать. Она красивая. Она тоже блестит. Такой макияж прям праздничный. Стрелочку немножечко. Уголочек. Вот так я делаю. Цвет поняли, да? Так. Крестишка опять поет. Все, без мамы у нее уже начинается паника. Да? А, все, где мама? Да. Представляете, мы сейчас гулять пойдем. Сейчас я с таким макияжем пойду гулять. Хотела до магнит-косметика дойти. Грасс, средство любимое закончилось. Но я пойду, мне все равно, вы меня знаете. Я с любым пойду. Так. Что? Что хочу сказать? Я уже все сказала, что хотела. Тени. Но вот таким способом, да. Мы с вами специально поправили самый яркий оттенок, чтобы вы понимали, как он будет смотреться на глазах. И если говорить про этот сиреневый, то он больше розовый, нежели сиреневый. Вот подводка у нас сиреневая. А тени почему-то получаются вот эти. Розовые. Да? Прямо вот розовые. Розовые. С легким оттенком сирени. Вот так смотрится макияж. Ну, достаточно гармонично. В принципе, мне все нравится. Я сейчас, девчонки, еще нанесу тушь. Про тональный крем вы тоже все поняли. Я такое не хочу себе больше. Но попробую вот в кушончике доиспользовать. В принципе, тон легенький, все хорошо. Так, на губки еще мы с вами что-то нанесем. Праймер потом. А тушь у меня пока ферст-класс коричневая. Она и на предыдущих видео была. Она действительно классная. Чтобы вы понимали, одна лежит в запасниках. Почему-то у меня вот эта вот именно раскрасилась очень поздно. Недели через 3-4. Обычно предыдущая тушь у меня такая же к этому времени уже подсыхать начала. А эта только раскрашивается. В общем, они иногда бывают, видите, пожиже, а некоторые бывают погуще. Я в два слоя ее обычно наношу. И меня все устраивает. Реснички можно в рядочек выстроить. Вот видите, какая. Хорошая тоже. Но не все ее оценили, потому что это тоже такое дело не сильно универсальное. Если мне подходит, не факт, что подходит и вам. Такой яркий макияж получился. Ну вот если наносить влажным способом, мокрой кисточкой, да, то нормально. В следующий раз вам как-нибудь видео, ну, завтра, там, послезавтра буду делать макияж. Какой-нибудь влог вставлю. Другие оттенки более спокойные, как выглядят на веках. Буду потихоньку вас знакомить. Поэтому вот смотрите, кому нужен такой эффект, мокрой кисточкой, да. Кому нужен легкий блеск, пожалуйста, можете про тени покупать. Я вас не отговариваю ни в коем случае. Но для меня просто есть тени гораздо лучше и дешевле. Поэтому, ну, у меня такой вот отзыв. Они очень сильно пылят. И тем более, что они похожи на те, которые у меня с Алика. Прямо один в один. Ашмазануло. И лицо теперь все блестит. А тональник западает в поры, в Т-зоне и на носу. Вот так вот. Не очень удачные новинки, но красивые, да. Ну, вот сказали бы вы мне, как обычному консультанту, а не блогеру, да, купишь ты такую палетку или нет. Вот знаю, что она такая. Я бы сказала нет. Но так как я для вас беру на обзор новиночки, мы с вами тестируем все. То, конечно, я буду брать для вас практически все. Потому что там за редким исключением. Мы будем тестировать и смотреть. Потому что продукты тоже не бюджетные. На палетку можно по Фаберлик Лайд взять по ВИП-программе. Одна ресница вот на глазу портит всю картину. Так всегда бывает. Вот она портит, зараза, всю картину. И никак не встает на место. Всегда такая есть. То на одном, то на другом глазу. Бог с ней. Все, чтобы вы поняли, как в целом смотрится макияж. Тушь. Огонь, огонь. И когда волосы посушу, потому что естественным путем пусть высыхают, я вам покажу при естественном освещении на балкон. Покажу макияж. И как волосы после ботаники выглядят. Так. Все, мои красотки. Но от блесток на лице мне избавиться не удалось. Они все равно елись. Я теперь, если буду пользоваться этими тенями, то только влажным способом. Потому что вот вам не видно, камера не передает, а они вот здесь везде. Сейчас на улицу пойду, как новогодняя елка. В общем, вот так, мои хорошие. Макияж яркий, сочный, весенний. Я с вами абсолютно согласна. Он красивый, но тени Г. Наносите влажным способом. Ну вот, девчонки, при естественном освещении я вам показываю макияжик. Как это все пока не отвалилось. И в складки не скаталось, как ни странно. Вот это наше с вами наслоение ядерное. Трактор дороги чистит. О, батарея. В целом неплохо, но жестковато. Жестковато волосы. Хотя, как бы, без бальзама у меня, без всего, да, шампунь, бальзам. Волосы не поврежденные практически у меня сейчас, да. Вот, но жестковато. Вот хотелось бы немножечко больше увлажнения. Чуть-чуть побольше. Поэтому у кого волосы поврежденные, окрашенные, пористые, вообще даже в эту сторону не смотрите. Но она и ботаника сама по себе, что у нас стоит копейки. Она для нормальных волос, не окрашенных детских, скажем так, подростковых. Или кто вообще волосы не красит, как бы, да, и у кого они не пористые, то все супер. А так, нет. Ну так, освежить, знаете, зато объем есть. Когда волосы посуше, есть объем. Ну, у меня здесь застрижки есть, как бы, а так. Суховато, суховато немножко. Покупать больше не буду. Морошка гораздо лучше. Морошка вообще крутая. Супер. Так, ну и все, мои хорошие. На этом видео буду заканчивать. Надеюсь, оно было вам интересно и полезно. Пишите, какие новиночки вам понравились, что будете брать. Всех люблю. Целую. Ссылка на регистрацию всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Я с таким макияжем пойду гулять. Не, ну а что нам? У нас в декрете каждый день праздник. Всем пока-пока.